В Кавалеровском районе людей травят отходами химического производства. Жители поселка Хрустальность задыхаются и уже не в первый раз. В 2015 году общественное телевидение Приморья уже делало материалы о вредном производстве. После выхода репортажа завод закрыли. Но теперь, спустя три года, в воздухе снова запах серы, а в реке отрава. О своей беде народные корреспонденты расскажут сами в рубрике «Открытый канал». Я являюсь командиром добровольного народа дружины в поселках Хрустальность и проживаю в этом же поселке. Буквально в 300 метрах от поселка, есть дома, которые метров 20-30, расположена база, я так думаю, что это ИП «Занько», который сдал ее в аренду китайцам и которые наладили производство каких-то пластмассовых шариков. Делают они это из полиэтиленовых мешков, которые приводят из Дальнегорска, переплавляют и получают свою продукцию. Каких-либо очистных сооружений у них вообще нет. Вот что-то они вылили, видимо, это после переработки. Это то, что они вылили сейчас. Что это за масса, непонятно вообще, что это за вещество. Граждане Китая сейчас перерабатывают мешки, сами в масках, глаза закрыты, видимо, потому что это все-таки яд. И просто стоит кошмарный запах. Значит, все сбросы происходят в почву, выбросы вредные, все идут в воздух. И вот этот воздух, когда меняется роза ветров, несет на поселок. И, в общем, дышать там практически нечего. Все, мы элементарно вчера картошку перебирали на улице с повязками на лице, потому что было невозможно. Было невыносимо. Именно как-то вот спирает все в горле, першение какое-то появляется, сухость. Их один раз закрыли, прокуратуру, и сейчас они наплевали на всех, возобновили опять это производство. То есть на всех жителей, на все здоровье, на детей. Это перерабатывает эту пластмассу, вон идет эта самая. А то, что они эти мешки еще там моют, все это идет вон в речку. Некоторые деревья желтеют, опадают раньше времени. Все это от этой заразы. У нас вот по нашей улице лесной уже 20 с лишним человек умерло от рака. А еще сколько болеют. Вот мой муж болеет раком тоже. То есть если постоянно вдыхая, то есть у человека, да, действительно раздражение слизистых гортаний, глотки, носа происходит вплоть до отека легких и, естественно, летальный исход. В респираторах они там ходят, бегают. Ну что такое? Это конца и край. Невозможно дышать. Редактор субтитров А.Семкин